продолжаем наше путешествие и сейчас я расскажу о том как работать с даблами с бэками либо как еще называют с harmony и так сейчас мы будем работать с вами с стерео составляющей вокала то есть наша задача будет расширить вокал с помощью бэков с помощью даблов которые вокалист скорее всего записал как я уже говорил ранее вокал в микрофон пишется практически всегда в моно то есть у нас всего одна дорожка она может быть там как бы задублирована как в данном случае на две дорожки но это все равно остается моно потому что слева и справа у нас сигнал абсолютно один и тот же он просто задублирован как бы на левый правый динамик как бы то ни было это моно сигнал и мы можем с помощью плагина давайте я сейчас покажу где он у нас находится он находится у нас в вкладке metering и называется мультиметр всего помощью можем проверить в моно звук и в стерео на всякий случай поясню нам необходим вот этот блок correlation если он здесь ничего не показывает то звук сто процентов моно если же он болтается где-то вот возле зеленой вот этой самой правой точки то звук значит чуть 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 в стерео то есть он чуть чуть широкий но практически полностью моно и в данном случае это стопроцентная моно то есть вокал записан в микрофон все все стандартно все классически и как что приходит на ум это конечно нужно как сделать нужно сделать дупликейт там нажимаем command d комбинацию копируем все это дело сюда значит это берем влево это вправо и вуаля звук станет мега широким кайфовым классом давайте проверять звук не стал ни гром ну вообще ничего с ним произошло он шире не стал он стал может быть чуть чуть громче потому что у нас слева и справа звучит один и тот же звук то есть как я уже говорил у нас если слева и справа звучит один и тот же звук это моно она не будет звучать широко для того чтобы звук звучал широко нам нужно чтобы левый правый динамик они чуть-чуть друг от друга отличались почему и называется стерео да потому что два канала один сигнал поступает левый канал а другой сигнал второй сигнал поступает в правый канал ваших колонок или наушников неважно и в итоге вы слышите что слева и справа звук чуть-чуть буквально чуть-чуть отличается вы может быть даже не осознаёте это, но наш мозг, это называется психоакустика, он как бы воспринимает этот звук как широкий, как стерео. Что мы можем сделать в данном случае? Чисто теоретически, в целях эксперимента, как говорится, я могу сделать следующее. Я могу создать разницу между вот этой вот дорожкой и вот этой дорожкой. Например, я могу чуть-чуть отодвинуть вот этот вот второй канал сюда. Что это создаст? Это создаст разницу. То, что здесь будет звучать звук на буквально какие-то миллисекунды раньше, чем здесь. То есть фактически эти дорожки отличаются, потому что у них разное время воспроизведения, разный тайминг. И мы слышим, что звук стал очень широким. Вернём, как было. Я думаю, на слух это заметно. Так вот, что же нам это даёт на практике? С теорией мы разобрались. А на практике это даёт следующее, что вокалист, он записывает несколько дублей не только для того, чтобы мы могли при сборе вокала выбрать наилучшие дубли и сделать вот так называемый лид или мейн вокал. То есть обычно вот этот вот сбор вокала, да, когда мы делаем, то мы по-английски могли бы назвать вот этот вокал, который у нас получился, либо лид вокал, либо мейн вокал. Просто, опять же, он везде называется по-разному, у каждого своя какая-то терминология, но суть одна и та же. И вот он у нас, лидирующий вокал. Но есть у нас ещё так называемый harmony. Давайте послушаем. Давайте я их сделаю погромче, так же, как и основной вокал. и мы слышим, что они, впрочем-то, вообще почти не отличаются друг от друга, но на слух согласитесь. Они, конечно, отличаются от Лида, но между собой они почти не отличаются, но это лишь кажется. А кажется, почему? Потому что вокалист вроде пел одно и то же, но это же живой человек, это же не робот. И вы понимаете, да, что вокалист, он где-то спел чуточку раньше на какие-то миллисекунды, где-то он спел чуточку громче, где-то он спел чуточку выше по пичу. То есть вот эти микро-микро-различия, которые даже незаметны практически, они будут заметны при работе именно с бэками. И если мы максимально приблизим, мы видим, что на самом деле они разные. Видите, здесь она спела чуть раньше. Это получилось случайно, потому что она живой человек, она не может спеть идеально ровно. Где-то выше, где-то ниже. То есть видите, они чуть-чуть друг от друга отличаются. И что это дает нам на практике? А это дает нам на практике то, что нам не нужно заморачиваться вот такой ерундой, как я показывал, копировать ту же самую дорожку, там ее сдвигать вправо. У нас по-хорошему, опять же повторюсь, в идеальных условиях, у нас должны быть записаны эти самые бэки, и их мы можем панорамировать один влево, другой вправо. У нас, как правило, такая история, что у нас есть лидирующий вокал, или мейн вокал, или сбор, так как я уже говорил, есть пара бэков, пара даблов или пара хармони. И один из них мы делаем влево, можно на максимум, и здесь вправо. Здесь, я думаю, все предельно ясно. Да, один влево, другой вправо. И если мы послушаем все это дело, то мы слышим, что вокал очень широкий. Это не значит, что нужно оставлять даблы на той же громкости, что и основной вокал. Как правило, как правило, все-таки вот эти вот дополнительные даблы, они звучат немного тише, чем основной вокал. Но между собой они практически всегда на одинаковом уровне, чтобы все было в балансе, все было симметрично. И мы слышим классный широкий вокал. Если вам кажется, что очень широко звучит, мы можем сделать не столь сильное расширение, можем панораму раскидать не по максимуму, а скажем по 40 влево, 40 вправо. Я думаю, так будет оптимально. И здесь я сделаю минус 10. Мне кажется, что они все равно громковаты. Я хочу, чтобы это было не столь заметно, чтобы вокал был широким, но не было столь вот очевидно заметно эти бэки. С ними. Согласитесь, гораздо круче. Очень важный момент, что вот эти вот бэки мы в принципе можем не тюнить. Если мы говорим о тюне вокала, это то, что у нас было на прошлом уроке, то лид вокал, главный вокал, мы тюним, чтобы он звучал безупречно. Что касается бэков, их можно потюнить, но аккуратно, не сильно. То есть, если у вас они будут идеально выровнены, то, ну, в общем, они будут слишком похожи на основной вокал и может звучать не очень хорошо. Поэтому чаще всего бэк-вокал его тюнят, ну, на предмет каких-то очевидных изъянов. То есть, если здесь нам нужно вылизать его, чтобы вокал вообще круто звучал, то с бэками можно так сильно не заморачиваться. Мы их аккуратненько там чуть-чуть подтюнили, какие-то очевидные изъяны убрали и все. Этого достаточно. Также важно отметить, что есть такой очень действительно важный нюанс вдох. Вот слышите, да? Эти вдохи, они очень важны в музыке, потому что они создают в общем более живое звучание. И в бэках их чаще всего убирают. Слышите, да? Их нету здесь. То есть, на вот эти вот вдохи чаще всего бэки не делают. Их чаще всего подрезают вручную. Да, к сожалению или к счастью, вот такой вот большой гемор с вокалом. Это реально так. Вокал требует к себе очень большого такого внимания, поэтому в идеале, опять же, вот у этих даблов необходимо вот эти вот вдохи подрезать. Также еще очень важный лайфхак. Если вы пишете электронную танцевальную музыку и пишете что-то более андеграундное, например, пишете техно или, например, какой-нибудь drum and bass, dubstep, то там зачастую эти вдохи, они вырезаются и на главном вокале. Причина простая. Если мы используем эти вдохи-выдохи, да, вокал становится более живым, но становится более попсовым. А если мы работаем с какой-то, ну, представьте себе, вы делаете такой гангстерский, такой гангстер-трэп. Ну, какие там вдохи, да, там должно быть все сурово, мощно. В бейс-хаусе очень часто вообще подрезают эти самые вдохи, они там абсолютно не нужны. Это тоже маленькая фишка, не очень очевидная, но ее нужно знать. Опять же, если вы работаете с живым вокалом, с реальными людьми, то вдохи нужно подрезать. Если вы находите готовые библиотеки сэмплов, капелл, то там обычно это все уже учтено и подрезано. Также еще нередко бывает, что вокалист, он пропевает не все, на самом деле, фразы. Как видите, вот здесь вот эта фраза, она пропущена и это намеренно для того, чтобы бэками вокалист хочет акцентировать только ключевые какие-то фразы и это очень важно, это очень круто. Например, он может одну фразу сказать без бэков, а вторую фразу для них дописать бэки и получается, что вот эта фраза не такая акцентированная, а вот эта уже более акцентированная и это тоже играет очень такую важную роль. Это вы можете обсуждать с вокалистом, либо это сделает сам вокалист. То есть это нормально, а это даже наоборот хорошо с точки зрения аранжировки. Вот и все. Все, что вам нужно знать про бэки. Также эти бэки нередко бывают спеты чуть выше либо чуть ниже. То есть у нас есть еще даблы, которые специально поются чуть повыше, например, на терцию или еще на какой-то интервал. Также те, которые поются пониже, есть копии. И давайте я продемонстрирую один такой пример. У меня есть подборка вокала, которая мне очень сильно нравится в этом именно плане. мы их сюда загрузим и расширим. Значит, здесь у нас давайте я покажу несколько дорожек, их причем много. как бы здесь мы работали с тремя дорожками. Одна мейн, одна слева, другая справа. Но мы можем делать более мудреные штуки, они часто используются. Это когда у нас, допустим, две или три пары вот этих вот бэков. То есть у нас либо четыре, либо даже шесть дорожек. И это все бэки. И, например, вот здесь вот, видите, давайте вот сразу начнем. Вот так вот. Это первая пара бэков. Вот этот, например, вокал. Он звучит слева, но он звучит не полностью слева. Я сделал погромче. То есть он в нашем вот, если бы случае, это означало, что мы панорамируем, но панорамируем вот как раз процентов там единиц на 20, максимум на 30. И он поет вот в определенной какой-то манере. Следующий бэк, он зеркален, он в правую сторону, но он тоже не один в один с этим бэком. Они чуть-чуть отличаются, так же, как вот отличаются вот эти вот. И вот он звучит справа. Теперь у нас есть еще вторая версия. Во второй версии все то же самое, но здесь уже жесткое панорамирование по максимуму. И мы слышим, что они, ну, собственно, звучат уже по-другому. Эти голоса, этот вокал, он звучит по-другому. Вокалист спел чуть-чуть иначе, да, он спел чуточку выше, а здесь как бы так вот совершенно по-другому. Есть еще третья пара, третья пара. Здесь уже спанорамировано ну, примерно где-то на 50, где-то около того, может быть, 45, ну, где-то в половину возможностей, так достаточно существенно, но не сильно. И вот так вот это звучит. Теперь давайте слушать, как это все работает вместе. На самом деле это звучит гармонично, в большинстве своем это не звучит как какой-то хор или еще что-то, это звучит вполне себе хорошо. Мы слышим отличный, богатый, насыщенный звук, и он широкий, и это круто. Но это все работает, и работает хорошо, если грамотно все было записано вокалистом. Здесь, безусловно, нужно понимать, что очень многое зависит еще от вокалиста, от того, как он запишет и так далее. Поэтому, если вокалист совсем плохо поет, то исправить все эти вещи можно, но будьте готовы к тому, что вас ждет большой-большой гемор. И если вокалист не записал вот эти вот даблы, бывает такое, что, ну, чаще всего это, конечно, акапелла, у вас есть какая-то акапелла, но она в моно, и у вас нету каких-то даблов, то есть способы, как создать эти даблы искусственные. Сейчас в этом уроке я показал, как работать с даблами, если они были записаны вокалистом, или если они есть у вас, в библиотеке с сэмплами, или там еще где-либо в ремикс-паке. Если же этого нету, и вам нужно расширить вокал, то об этом мы поговорим уже в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok